Мицпе-Рамон Огромная впадина Махтеш-Рамон была создана в течение сотен миллионов лет процесса эрозии почвы в пустыне Негев. Кратер показывает современным посетителям множество особенных слоев горных пород, магматических явлений, древних вулканических мест, родников, хребтов и множество свидетельств человеческой жизни в этом районе на протяжении тысячелетий. В далеком прошлом центр пустыни Негев был береговой линией моря Тетис. Свидетельство окаменелости морских животных в этих местах. Около 90-100 миллионов лет назад море затопило этот район, создав слои известняка, которые впоследствии явились основой для образования кратеров выветривания. Далее, разломы, поднятие гор, большой раскол поднял высокий хребет в Негеве. Часть хребта была погружена в море. 60-70 миллионов лет назад начались процессы выветривания. После удара по верхнему слою твердыми породами, мягкий песчаник остался в ловушке между стенами, создав древний кратер. Конечно же, я, как и многие, не специалист по подобным вопросам. Но если кому-то из зрителей интересно, желающие могут почерпнуть желаемое знание на бескрайних просторах интернета. Постепенно кратер Махтеша Рамона расширился, и древние каменные слои на его дне были обнажены. Представляете, в какую непостижимую глубину эпох мы имеем возможность сегодня заглянуть, заглянув в кратер? Долгое время кратер не был исследован. В 1945 году молодые скауты прибыли в область кратера в сопровождении двух бедуинов. И в группе разведчиков был Шимон Перес. Вы видите информационный центр, в котором можно многое узнать, если он работает. Не будем далее об информации. У женщин, возможно, есть множество своих информационных дел. Связь женщины с насущными проблемами – это важно. Соучаствовать нам в разговоре – это не только несущественно, сколь нет никакой необходимости. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Со смотровой площадки открывается чумовый вид на рельефную поверхность кратера. По склонам прыгают нубийские горные козлы, которых тут просто толпы. Нормальные такие козлы, рогатые, гуляют, будто бездомные собаки, в том числе и по Мицпайрамон, среди жителей, разве что только хвостом не машут. Козочки с маленькими рожками и козлы с огромными рогами. На туристов не обращают никакого внимания, бодаются с козлиным упорством на парапете. На этой козочке присутствует какой-то спецошейник, а таковой не на всех. Не совсем понятно, почему так. Если она не беременная, то может температурит, а может она с непредсказуемым характером? Короче, я не знаю, но электроника за ней следит. Да, эти места не безжизненные. В них водятся нубийские горные козлы, леопарды, полосатая гиена, песчаные лисы, шакалы, волки, суслики, скорпионы, змеи, мыши и т.д. Ранее весной цветут горные тюльпаны. Среди растений, произрастающих в районе кратера, встречаются атлантические фисташковые деревья, облепиха, шаровидные ромашки, другие цветы и кустарники. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Весь район кратера тщательно охраняется, а флора и фауна пустыни Негев сберегается и восстанавливается. Мы обязательно еще не раз будем бывать в этих чарующих своей древней красотой местах, точнее сказать, многомиллионной исторической красотой. Будем, причем в разные часы дня и ночи. В лучах восходящего солнца кратер выглядит просто марсианским. Субтитры создавал DimaTorzok